Информационная служба Осетия ТВ главные темы выпуска. Квартирный вопрос на повестке дня республиканского правительства. На первом в наступившем году заседании Кабинет министров обсудил ход реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения из аварийного жилья. Акция «Синий платочек» сегодня прошла в Северной Осетии. Она посвящена памяти женщин, участвовавших в Великой Отечественной войне. Школьники, ветераны и обычные жители республики вспоминали их фронтовые подвиги. В СОГУ отметили День студента. Сотни ребят приняли участие в массовых гуляниях во дворе университета. Вместе с ними праздновала и наш корреспондент Наталья Алексеева. Эти и другие темы далее подробно. Главной темой первого в этом году заседания правительства Северной Осетии стал вопрос жилья. В 2015-м на капитальный ремонт многоквартирных домов направят почти 29 миллионов рублей. А около 54 миллионов республика получит из федеральной казны на переселение из аварийного жилья. К ним добавятся деньги из республиканского и муниципального бюджетов. Таким образом, общая сумма на реализацию этой программы в 2015 году составит порядка 280 миллионов. По плану новую жилплощадь должны получить почти 200 семей. Сегодня кабинет министров распределил деньги между районами. Эти средства позволят сейчас, будут доведены до муниципальных образований города Владикавказа, Моздокский район, Правобережный, Пригородный район. Эти средства позволят указанным районам заключить государственные контракты и профинансировать начало строительства. Владикавказ, как обычно, идет впереди и по количеству, и по финансированию, так как здесь проживает большее количество людей, а так по районам оно примерно равно распределение. Сегодня же правительство утвердило план внедрения универсальной электронной карты на 2015 год. По словам специалистов, в прошлом году УЭК получили порядка полутора тысяч жителей республики. Сейчас карту может приобрести каждый, нужно лишь подать заявление. С 2017 года она будет выдаваться в обязательном порядке. Яна Гайгиева, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ. «Мирослав Кабалоев и Руслан Залаев удостойны звания заслуженный адвокат Северной Осетии. В торжественной обстановке награды им вручил заместитель председателя правительства республики Виталий Зангионов. Ведомственные награды также получили отличившиеся сотрудники. Вице-премьер отметил плодотворную деятельность сотрудников Палаты адвокатов. Он подчеркнул востребованность качественной юридической помощи в наше время и поблагодарил награжденных за их труд. Коллегия адвокатов же, в свою очередь, выразила признательность за оказанное доверие». «Награжденные наши адвокаты вложили очень много труда, очень много труда для защиты интересов наших граждан. И адвокатская палата, мы для того здесь и работаем вместе, конечно, с адвокатами, чтобы оценить труд каждого. И мы стараемся, по мере возможности, чтобы никто незаслуженно не был наказан и кто заслужил, чтобы он был поощрен». Синий платочек, как символ верности, вечной любви и надежды, засиял над Владикавказом. На мемориале славы стартовала акция, посвященная подвигу женщин, воевавших в Великой Отечественной войне, и вдов солдатов. Название выбрано не случайно. Образ синего платочка увековечен в одноименной песне Клавдии Шульженко. С этой песней в Великую Отечественную войну солдаты шли в бой. Женская часть многонационального народа Северной Осетии вместе с мужчинами вынесла на своих плечах все тяготы Великой войны. О подвигах сегодня вспоминали участники сражений. «Был тяжело ранен в челюсть под Моздоком во время наступления. И меня подхватила из корзина. В сегодняшний день она жива. Под пулеметом она меня нашла и оказала первую помощь». Большинству из них было не больше 20. Спустя годы они своим примером вдохновляют молодых. Почтить память героев сегодня пришли и школьники. «Конечно, пример любви к родине безграничной, самоотверженность и храбрость этих женщин, она поражает просто. Я бы, конечно, хотела верить, что внутри меня живет такая же героиня, как и они, потому что на самом деле в глубине души я бы очень хотела быть такой же, как и они». Акция «Синий платочек» – светлое мероприятие, имеющее огромное значение для женщин, посвятивших свою жизнь памяти погибших мужей. Они верили, любили и не просто ждали своих близких с фронта. Порой они даже спасали их своим ожиданиям. Яна Гайгиева, Тинатин Музашвили, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. От сессии до сессии живут студенты весело. Главный праздник студенчества приходится на тяжелую пору экзаменов. Сугубо традиции его начинают отмечать общим форумом в зале ЮНЕСКО. Активисты всех вузов республики поздравили друг друга и обсудили планы на будущее. В этом году форум расширил свои географические границы. По приглашению организаторов приехали студенты из Грозного. Очень рад, что могу сегодня здесь познакомиться с отличными ребятами из республики Северной Осетии. А также я всегда был рад видеть ребят из Северной Осетии в различных площадках России. Вот, к примеру, я две недели назад был в Нальчике. Вот сейчас увидел ребят, которые были со мной в Нальчике, очень обрадовался. Особенно пользуясь моментами еще хотелось поздравить всех студентов республики и в России с праздником. Но все веселье в этот день было сосредоточено во дворе университета. Именно поэтому шумная студенческая толпа сразу после кабинетной встречи отправилась на массовые гуляния. Ребята проверили свою спортивную подготовку, доказали, что могут рассуждать логически и смело вступать в пляс. Недюжинную силу продемонстрировали девушки. Совсем рядом молодые хозяйки учились печь пироги, а юноши попробовали себя в стрельбе из лука. Мы открываем различные секции спортивные, создаем творческие коллективы. Мы буквально на днях открываем такой республиканский центр поддержки проектов и программ студентов, где наша молодежь, сможет заниматься проектированием, подготовкой к различным конкурсам. Создаются все условия для успешного развития. Татьянин день в этом году в России отмечается уже 260-й раз. С одинаковым азартом его отмечают и те, кому еще предстоят экзамены, и те, для кого этот рубеж уже позади. Атмосфера позитива и веселья объединила, настроив помимо всего прочего и на упорную учебу. Теперь студенты обещают, грызть гранит науки они будут с еще большим усердием. Наталья Алексеева, Заурцев, Осетия ТВ. Фарфоровый зоопарк поселился в Национальном музее. В отделе природы открылась выставка, где представлены самые разнообразные фарфоровые фигурки животных – кошек, собак, медведей. Здесь даже есть символ сочинских олимпийских игр – снежный барс. Тонкости характера, особенности поведения и природная пластика удивительным образом соединены в хрупком мире фарфора. Это уникальный материал, говорят организаторы выставки. Он способен имитировать любой цвет и форму. Ну вот анималистика представлена на нашей выставке. Это в основном из белого фарфора. Ну вот видите, вот лошадочка там, она уже это гжель, расписанная кобальтом. Но мы старались на этой выставке представить вещи в белом варианте, потому что в белом варианте не так акцентируется момент, значит, визуально ты не акцентируешь свой взгляд на цвете. А тебе главное пластика, грация, естественно, пузы. Статуэтки собрали из частных коллекций жителей Владикавказа. Реалистичные фигуры животных, герои басен и сказок будут радовать посетителей музея в течение двух месяцев. Оценят экспозицию и любители уникальных вещей. Фарфоровый зоопарк вызывает у посетителей светлую улыбку и положительные эмоции. Залина Губурова, Тинатин Музашвили, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.